В этом ролике я расскажу о подставке для токарного станка и о том, как я организовал рабочее место. Мне необходима мобильность станка, то есть достал станок при необходимости, поработал и убрал. Работать на нем планируется дома, поэтому немаловажным является его внешний вид. Незакрепленный станок очень неустойчив, скользит по верстаку, царапает столешницу, несмотря на то, что плоскости опор шлифованы. Станина станка чугунная и имеет две опоры, под передней и задней бабкой, с монтажными пазами диаметром 10 мм. Еще неудобный момент – маховичок продольной подачи. Очень близко расположен к столешнице и его неудобно крутить. Рука задевает за столешницу при каждом обороте. Изготовление подставки я начал с разработки проекта. В ходе работ немного отошел от проектных размеров, приведенных на чертеже. Конструкция подставки простая – щитовая. Щиты собраны между собой на шипы домино, только задняя стенка снизу посажена на шурупы. Изготовлены щиты из сапелли. Габаритные размеры подставки. Ширина 540 мм. Высота экрана над столешницей 175 мм. Общая высота подставки – 275 мм. Глубина – 270 мм. Щиты толщиной 14 мм. В качестве ножек я сначала наклеил резиновые пятачки круглые из резины листовой толщиной 3 мм. Они очень пачкали поверхность, на которой стояли, поэтому я решил поверх них приклеить такие же пятачки, но из остатков от коврика для резки. В качестве вибропоглощающей прокладки между станком и подставкой я применил ту же листовую мягкую резину толщиной 3 мм. Липкой стороной положил на столешницу подставки. Прилипла она конкретно. Прокладки я сделал на пару миллиметров побольше, чем опора станины станка. Отверстия в столешнице для крепления станка я сделал до сборки подставки и с обратной стороны столешницы стамеской выбрал профиль гайки на ее глубину, чтобы она не торчала внутри и не надо было ее фиксировать ключом при монтаже. Винты для крепления я взял свои любимые с внутренним шестигранником с резьбой М8. Шайбу применил увеличенного диаметра, чтобы площадь прижима была побольше. Между шайбой и станиной станка я положил резиновую шайбу, вырезал ее из резины, той же листовой 3 мм. Я люблю винты с внутренним шестигранником, потому что к ним можно подобраться в труднодоступных местах, как, например, здесь. Можно без снятия патрона закрутить винт. Я уже говорил, что станок делаю с упором на мобильность. Точить мелкие детали необходимо с хорошим освещением. И чтобы каждый раз не ставить рядом со станком настольную лампу, включать ее в отдельную розетку, я установил на подставку локальное освещение. Применил для этого светодиодную лампу с гибкой ножкой. Лампа изначально была на прищепке. Прищепку я снял и сделал для нее пьедестал с каналом для питающего провода. Ножка лампы на пьедестале крепится так же, как и прищепка с гайкой. Сам пьедестал на три шурупа прикрутил к столешнице подставки. Чтобы все было запитано от одной розетки, я врезал в питающий кабель станка выключатель на лампу. Внутри станка за большой стальной пластиной запихано все очень плотно, и место для расположения выключателя нашлось только одно. Но это место показалось мне удобным. Свет у лампы яркий, световая температура 3000 кельвинов. Мне нравится. Теперь о держателях инструментов. При работе на станке под рукой постоянно необходимо держать весь набор шестигранных ключей, который идет в комплекте со станком. На экране подставки я сделал магнитный держатель из дерева. На фрезере выбрал углубление по размеру магнитов. Заготовку с отфрезерованным пазом прикрутил шурупами к экрану и установил неодимовые магниты. Заранее пометил их полюса, чтобы не перепутать. Сверху приклеил планку 2 мм толщиной из ИП и покрыл на месте маслом фистул. Шестигранные ключи и патронные ключи разместил на верхней грани экрана. Просто просверлил под них отверстия и сделал углубление для одинаковой ориентации ключей. Для того, чтобы проще было производить чистку станка от стружек и масла, из старого коврика для резки я вырезал коврик для стружек. Основную уборку я произвожу кисточкой и пылесосом, но под станиной чистить станок неудобно. Туда пылесосу не подлезть, кисточкой тоже неудобно и лозит там. А выдвинув коврик, все стружки оказываются на виду, их просто убрать. Для крепления питающего кабеля я выточил на токарном станке из дерева две катушки с отверстием внутри для шурупа. Получилось простое и эффективное крепление для кабеля. Теперь самое интересное. Ящики для принадлежностей. Я люблю, чтобы все лежало в ящиках на своих местах. Ящики у меня запроектированы на деревянных направляющих, чтобы четко входили и зазоры между фасадами ящиков были одинаковыми. Сами ящики я сделал с буковых плашек сечением 8х40 мм. Шипы сделал на проксоновском фете. Для этого заказал на киржаческом заводе отрезную фрезу 3х80 с поднутрением. У меня циркулярка модернизированная с переточенным валом, позволяющим ставить диски с посадкой от 10 до 22 мм. Специально для изготовления шипов я сделал шипорезную каретку. В Т-образных направляющих ходят Т-образные плотно подогнанные рейки из ИПы. Рейки крепятся к фанерному основанию винтами М4. В ИПы отлично нарезается резьба. Дерево очень плотное и маслянистое. Выступ на упоре каретки, который задает шаг шипам, я сделал на фрезере 3хмм фрезой и вклеил туда рейку. Сама работа занимает немного времени, больше подготовки. После изготовления шипов на циркулярке, тем же диском на 3 мм, я сделал паз для установки дна ящиков. Склеил ящики, отфрезеровал на боковых стенках ящиков пазы для направляющих и приклеил фасады ящиков. Фасады всех ящиков я сделал из одной заготовки, чтобы текстура не прерывалась. Ручки на ящике изначально я хотел выточить из бронзы, но когда сделал ящики и установил на них фасады для того, чтобы их открывать, вкрутил временно туда винты М6, оксидированные потайной головкой и подумал, что можно из них сделать ручки. Так и сделал. Подготовил квадратные заготовки деревянные, просверлил в них отверстия, нарезал резьбу М6, раззинковал подголовку винта, в патрон станка зажал удлиненную гайку М6, в нее зажал винт с заготовкой. Закругление выполнял с помощью суппорта, а само точение ручки уже токарными резцами по дереву. Получились вот такие стильные утилитарные ручки. Для крепления ручки в фасаде просто нарезана резьба М6. Этого вполне достаточно. Чтобы ящики внутри не пачкались, я также покрыл их маслом. Забыл сказать еще, что вся подставка покрыта маслом фистул. Одним из условий при планировании размеров ящиков была возможность положить в ящик трехкулачковый патрон при замене его на четырехкулачковый или цанговый зажим. В какой-то момент я подумал, что промахнусь с размерами и что патрон не войдет в ящик. Но патрон входит только-только. Миллиметрик там остался. Чтобы резцы не валялись в ящиках, решил сделать для них органайзеры. Три штуки сделал, два одинаковых и один для резцов побольше. В качестве материала взял обрезки буковые от ящиков. Шипы сделал на той же каретке, только проксоновским диском с твердосплавными напайками. Пазы для перегородок отфрезеровал на фрезере, фрезой диаметром 2 мм. Клей при склейке органайзера наносил только на угловые шипы. Пintéмий сантинетом 2 мм. Хочу еще пару слов сказать об изменениях, коснувшихся самого станка Первое. Переключатели черного цвета на панели управления станка были совершенно нечитаемы Белой акриловой краской я закрасил цифры на ручке изменения частоты вращения двигателя А на переключателе направление вращения шпинделя, он алюминиевый Сверлом сделал отметину, точку, которая указывает положение переключателя Второе. Это пластиковая дверца, закрывающая приводной блок станка Она резонировала и вибрировала при работе Наклеил на нее вибропласт, это шумоизоляция для машины, толщиной 4 мм Дверца стала потяжелее и основательней Лучше закрываться стала, вибрация пропала Ну и третье. Я смазал шестерни автоподачи литиевой смазкой Без излишков, так чтобы на боковые грани шестерни смазка не попала Скорость вращения у них маленькая и центробежная сила смазку не раскидает И последний штрих в подставке это ручки для переноски Поднять 23 кг без ручек уже проблематично И чтобы не выбиваться из общего вида подставки Сделал ручки деревянными С креплением их винтами М6 Винты вкручиваются в забивную мебельную гайку М6 Вот такая получилась подставочка Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok